Мы заходим и что мы видим? Вот это мой самый, 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 самый любимый конкурс, который я ждала уже, боже, сколько я его ждала, три месяца ждала этот конкурс и наконец-то чудо явилось, знаешь. Класс, это офигенный конкурс, самый лучший конкурс. Просто я его так хотела. Мы сегодня будем в космосе летать, звезды собирать, звезды отдавать. Так, дети, вы имеете рацию. Сьогодні вы вирушаете у подорож за зерками. А чтобы этот вояж был безопасным, мы хотим вручить вам защитные фартухи. Это фартухи зі специальным наношаром, який захищает від радіації та жирных плям. Технологія выросла, 21 век, деточка. Добыча звезд – миссия опасная. Для ее выполнения вам нужен опытный капитан. Виклун, да? У нас она была, ну, как бы, вчера я, она привела свою команду в подведи, и сегодня, собственно, она капитан первой команды, и она должна назначить вторых и сильных участников. Вика, как начало думать, у нее вены там вот такие. Это ж все у нее настрожился. Глаза вот такие. Кого же выбрать? А куда? Итак, самый сложный момент. Вика должна быть второго капитана. И-и-и, она надулась. Жулик. И-и, это даёт Витько! Даааааа! Даааа! Надо будет более горятки за кадром. Вика, гол! Выбирай желтый цвет. Дветочки, красавчик. Я собираю победить проект. Я хотела, чтобы осталось побольше белых фартухов. Чтобы взять себе в команду белых. Если я заберу себе обоих одних в черное, програем, и я в черном. Я этого не хотела. Вика, ну еще один суперсложный вопрос. Кто будет третьим капитаном? У нее глаза потемнели. Она все. Вот-вот и будет в оборок. У нее вены скачали. Аааа! Она не узнает. Ну и она дает свое последнее слово. Хай будет... Соня. Я хотела быть капитаном, потому что я понимаю, что у меня сейчас можно все отыграться, выиграть сегодня. И у меня была такая мысль. И, возможно, если мы сегодня покажем лучший результат, то, возможно, с меня снимут черный. Ну что ж, пора набирать команды. Даша. Мариночка. Соня. Сами такая стою. И тех людей, которые я вижу, это такая, знаешь... Илья, Маша, 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 Маша. Вика. Я стою говорю, бери Илью, бери Илью. Вот я тебе клянусь, мы выиграем. Денис. Она берет тарана, потому что он в белом. Ты уже проигрывать собралась? Молодец! Бомба! Илья, конечно. Сложный выбор. Да, на. Я вообще в эту команду уже не хотела. Там есть Марина. Марина, там уже ты не капитан, например. Потому что Марина перетягивает на себя величезное одеяло, никому ничего не даёт делать. И всё. И постоянно так воно происходит. Синий забирает Илья, и нам приходит Ксюшина. Начинаю смотреть на нашу команду, и я понимаю, что если мы проигрываем, как бы в черном буду я. Илья в черном. Соня в черном. Я смотрю на нашу команду и смотрю на две противоположных. В принципе, мне всё нравится, кроме Ильи, кроме моего капитана. Всё нравится. Правила конкурса. Выиграя та команда, яка наиболее набирает звёзд. Чтобы заработать звёзды, треба подбегать, лишь ты до коробки загадки. Поднимаешь, там есть блюдо. Ты можешь его приготовить. На поверхности, там, где стоит одна звезда, там самое лёгкое блюдо. На поверхности, где стоят две звезды, там средний. Где три звезды, а, ну, понятное дело, самое тяжёное. Вы можете бить хоть на три, хоть на две, хоть на одну звёздочку. Когда мы приготовим блюдо, надо продвинуть в эту девочку. Ненавижу этот звук. Я, который придёт и попробует моментально. Если не вкусно, ставайтесь при делу вместе. Если вкусно, идите на следующий день. Всего на готовку у вас будет два часа. Нормально. Спасибо. Ну что, готовы? Да. Время пошло. Меньки занимайся. У меня самая крутая тактика – это идти на две звезды, потом на три, потом идти на одну звезду. Если ты успеешь, у тебя получается шесть звёзд. Что? Паста фарфалий из ликотты и там я. Я знаю, что это. Фарфалий – это бантики. Ой, сейчас будем лепить. И мы решаем, что мы побежим на две звезды. Сразу, чего брать самый люк, чтобы она нечего брать самый ваще. На две звёздочки. Ну, поднимаем. Коробка. Равиоли на мне. Равиоли с шпинатом. Думаю, вот так вам сейчас сделают эти равиоли. Мы решили, что мы побежим на двойку. Ну, как бы, единственная слава, тройка, ещё тяжело. Ну, двойка в самый раз, конечно. Ризотто! Ризотто с белыми грибами. Фу ты, Господи, делать нечего. Быстренько очищаю лук, шинкую его мелким-мелким-мелким кубиком в сезле. Ну, и пошла жесть. Марина говорит, так, всё, я всё делаю. Вы нарежьте мне грибочков, натрите сыр. Нарезай черри для презентации, хорошо? Припустишь их на сковороде, хорошо? Да, Давид припустит. Давид делал помидоры. Я порезал грибы, лук и чеснок. Всё остальное делаю, Марина. Давай чуть-чуть маслечка мне. Сливочного. Всё для тебя, Мариночка. Спасибо большое. Марина, капитан, себе. Я здесь, капитан, она берётся за самые лучшие процессы. Добавляй ещё чуть-чуть. Сливок. Всё, стой. Давид вообще стоял. А, да, да, да. Да, 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 да. А, да, да. Как дела, если она хочет делать эти процессы? Если она их завалит, она же получит чёрный. Потом идём на три, потому что на две очень просто. Арфалии с рикоттой и мятой. Сливки с мятой надо протушить, а потом это перемешать с рикоттой. Да, я тоже так думаю. Я такая, Илана, ты сейчас становишься, перебиваешь рикотту с мятой и со сливками. Нам надо 150 грамм муки где-то, одно яйцо, один желток. Я, смотри, стала делать тесто. Получается, у нас хорошее тесто. И мы с Иланой, творческий процесс, начинаем лепить вот эти вот бабочки. Покажу, как ты делаешь. Так, смотри, вот так вот обрезаем, вот так вот. Главное, чтобы не все были одинаковой формочки. Так, мне понравилось. Короче, мы сделали такие квадратики, из них сделали прямоугольники, из них лепили безделки. Ой, господи. Ювелирная работа, блин. Ни ухода не буду работать на макаронной фабрике. Глюксимии и фарфалии получаются. И они одинаковые, в принципе. Но эти фарфалии, ты же их пока слепишь, то три годы не пройдет. Соня, если, короче, мы получаем сразу, мы идем на три звезды. Мы идем, думаешь, на три, думаешь, на это? Да, на три те, которые перед нами. Так, равиоли со шпинатом. Шпинат надо чуть-чуть припустить. Так, отрывай, отрывай. Вика раздала работу всем, кроме меня. Денису и Марфине она получила делать вдвоем одно лишь тесто. Дальше сама Вика встала на начинку, а меня поставила для того, чтобы я почистила чеснок. Ну, я его быстро почистила, да? Что мне делать? Чтобы ты потом не говорила, что я ничего не делаю. У нас пока что все есть, котик. Потому что потом ты будешь говорить, что я ничего не делаю. Давай я тоже, смотри. Давай все так, чик, чик, чик. Говорю, давай я сделаю соус. Вика говорит, ну ладно, делай соус. На, здесь сливки для соуса. Там. Ксюша встала на сливочный соус. В итоге у нее получилась кашка-мукашка. На вкус нормально, а вот консистенция нет. Что это за соус? Ты, ты, ты то. Вика, иди глянь на этот соус и просто заплачь. Это соус? Да. Да. Мы его не используем. Поэтому мы с Дашей встали и начали переделывать соус. Помочь? Нет, ты уже помогла. Все, понесли, давай переделаем соус. Даша, кистер нет все. Так ну не ты. Если бы ты его вот так вот не делала, оно бы не рвалось. Да ну блин, если ты его не будешь вот так вот дергать, оно не будет рваться. Она берет, сзади она формировала рвиоль. А так шмят, и она начинает его растягивать. И ясное дело, что тоненькое тесто посреди ей там, где начинка, оно рвется. Тисто, ужасно. Сделай новое, Вика, без проблем. Что мы стоим? Давайте делать новое. Сделали три рвиольки, все вроде бы хорошо. Я прям настолько уверен, что у нас все круто. Выложу я в мисочку, три рвиольки, полили соусом. Приходит для нас Эктор. Здравствуйте. Здравствуйте. Отже, что вы приготовили? Рвиоли зі шпинатом, и мы еще добавили на свою нотку сливочный сливочный сливочный. Сливочным сливочным сливочным. Что ж, тесто тонкое, воно не серед, а добре смакует. Проте начинка абсолютно прісна. Смак шпинату треба було збагатити спеціями. Чого, як бачу, ви не сделали. Перероблюйте. Да, спасибо. Быстро-быстро сейчас прорубляем. Прекрасно. Прекрасное ризотто. Да? Да. Ремешиваю, и ризотто просто пожарит. И гудок. Бррр. Бррр. Бу. Кочу гудок. Ризотто з белими грибами. Да, ну посмотрим. А ну, че? При приготовлении ризотто є ризик недоварити або переварити рис. У вашему випадку він... До того ж відчувається смак грибів та усіх необхідних спецій. И взяли свои две звезды і перебігаємо на три звезды. Тихо. Арбузовий фланд, да. З імбиром. Хорошо. Ну нормально, все буде окей. Я ж гений, кулинарию. Желтки с сахаром. Тебе Илья помогает, а я сама делаю фланд, потому что я знаю, как это делать. Васядинський, принеси мне силиконовая лопатка. Дай сливочного масла чуть-чуть. Васядинський, принеси венчик. Васядинський, сотейник принеси. Я не нанималась холопом, чтобы ходить и носить. О, великая Мариночка, держите. О, великая Мариночка, дайте я помою вам, братру. Сама себе пошла и натерла. Сколько времени прошло? 20 минут. На две звезды это нормально 20 минут. Дуди, Соня, дуди. Синьи, что вы приготовили? Паста фарфале с рикоттой и мятой. Ага. Сейчас помру. Якщо говорити про саму пасту фарфале, то вона идеальна. Проте, щодо соусу... Краще и не сделаешь. Ребята, поздравляю. Вы молодцы, мы такие... Вы такие довольные, все приятно. Забирайте свои заробленные две зірки и мерши до новой стравы. Вы хотели идти за самый первый стол, там где три звезды. Ой, может не надо. Раз, два, три. Фуагра! О, шикарно, мне нравится. Супер. Фуагра с карамелизированными яблоками и малинкой соусом. Илана, ты карамель, я буду фуагра заниматься. Окей, я соусом. Уже рублей три звезды, мы не можем сделать равиоли. Да, ребята, у нас было самое легче. Равиоли со шпинатом. Что же там работать? Ребята, надо ускоряться. Мы ничего не успеваем. Капец, осталось полтора часа. Ребята, быстрее, господи. Поделаем, Вика. Давай я. Зробили новое тесто, новую начинку. Думаю, так, чтобы было нормально специй. Время, пожалуйста, остановись. Випарюйтесь, Фуаус. Быстрее, Ксюшенька. Все отлично. Отвариваем прекрасную равиоля. Дашик, они всплыли. Мне кажется, они готовы. Да, они готовы. Гиганты они. Они равиоли. Давай, накрывай. Осторожно. Ксюша, отойди. Думаю, откривайся. И вы под низ положен, Вика. Думаю. Подивимось, что удалось вам с другой спробой приготовить равиоли. РАВИОЛИ Червонние, я радив додати приправу. Однако вы перестарались. У вашей начинці забагато чеснику. Щодо самих равиоли, вони ж порозкривались. Соус має жахливу консистенцію. Перероблюйте ще раз. Третий раз перероблюють равиоли. Да це позорище просто. Як можна нас робить равиоли? Щенка, то умееш діють равиоли з шпинатом? Да, да, конечно. А ты знаєш, що команди красних не умеють? Те команди роблять вже по три зв'язи. Я извиняюсь, я понимаю, що в них вже є по три зв'язи, а нас ноль. А ми не можем сделать і довго не равиоли. Раскатуй такти-то. І начали. Робити вже новий кисто, робити нову начинку. Ми вже третий раз переделали. Ми варимо тыкву в сливках, потім перебиваємо блендером. Потім вот цю масу, вона должна бути жидкою, взмешиваємо з желтками, добавляємо туда немножко сахар. Вначале я сварила тыкву в молоке, щоб она була такою более, я не знаю, более молочного вкуса. І почала перебивати все в блендере. А скажи по процесу, це просто трикла в молоке перебитая? Нет. Соберем з крицей? Нет, я не знаю. Точнее, я знаю, але я делаю. Все. Я смотрю на команду красних. Вообще, блин, печалька, печалька, печалька. Аж плакать захотелось. Це просто позор. Не треба плакати, пожалуйста. Я не плачу. Нет, Вика, ти починаєш ныкать. Ой, все. Що буде, це буде. Що уже? Тричі так десять раз будем переробляти до пони равіолі. Це проклятия якісь. Я не знаю, як можна зробити равіолі за час. Це позорище. Ми просто молились, щоб эти равіолі у нас получились. Потому що ми хочемо вже і на вторе блюдо пойти. Ну що, спроба номер три. Ми просто молимся, молимся. О, марикуретто, накурикуретто. О, 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 о. Равіолі, получите, получите. Нарешті, хоча б з третьої спроби, ви все ж таки змогли подати нам смачні равіолі з правильною начинкою та добре приготовленим соусом. Не лікали. Спасибо, я вас обниму, Вектор. Бери дві звізди. Забирайте свої зірки та вирушайте далі. Все, слава Богу, ми забираємо ті довбані звізди і біжемо на три. Було, не було, воно їм вже біжемо на три. Нам вже нечего терять. Поднімайте. Ми відкроємо коробку, а та просто, я не знаю, найкраща, що може бути. Дораде з гратеном та з соусом вилюте. Думаю, ось це наш шанс. Слава Богу. Ми з Ксюшою робимо гратен. Гратен. Ми з тобою до раді з соусом. Марфина стала на вилюте, я стала на рыбу. Короче, на особо ні на кого не обращаємо внимання. Делаем соус-огру. Нам щас офігеть, как надо, три звізды, Сонечка. Офігеть. Як надо. Якщо у нас буде три звізды, це дуже буде добре. Я быстро роблю карамель. Карамелізуємо яблоки. Маша роблю свій соус. Соня займається по-грусі. Соня, твоя задача щас очень аккуратно отрезать спеції. Соня отрезала красивий кусочек, она його поджарила, і він у нього прям такий красивий получился, прям вообще. Це ж гусь. Сам гусь такого размеру, да, де-то? У него печень вот такая. Ты шо? Це ж вообще. Також там насильно кормить гусей. Знаєш, це, мені, каже, неправильно. Все, ми додожні успість. Ми додожні успість. Соня, все буде добре, ребятки? Все буде добре. По крайній мере, у нас вже є 2 звізды. Да. Вот ми вже доделаємо презентацию. Красивенько. Украсьте, пожалуй, малинка кусочком. О, мені нравится. Давай. Фуа-гра з карамелізованими яблуками та малиновим соусом. Мені подобається, як ви приготували фуа-гра. Мені до смаку малиновий соус. Щодо карамелізованих яблук. Також немає жодних алець. Дякую, дякую. Все, Маша, згадала. І ми такі... Ми такі... І ми такі... Ми такі... Біжіть, біжіть, біжіть. Тут, тут, тут. У нас вже 5 звізд. У одних, щоб ви розуміли. Те зараз доділюють свій фланг. У тіх тільки 2 звізди. А у нас вже 5. Так що... Ну звіздочку, давай. Снимай. 2, 3! Пастуший пиріх з лососем. Що це таке? Це що це таке? Що це? А, це... Пастуший пирог – це слой обычного пюре. Потім слой пожареного лука сельдереем. Слой нарезаного лосося. Потім слой опять лука сельдереем. І сверху пюре з пармезаном. Можна я займати лосось? Хорошо. Ілана, ти щось береш, нарезаєш лук мелкими кубиками і також сельдерей. Ясно? А я займаюся, собственно говоря, пюре. Хорошее, хорошее пюре. Пастуший пиріх! Оно нам надоще! Так, нужно быстро ставить, варить картошку. Я понимаю, что мы успеем, потому что в духовке нужно делать минут 10. Оно должно быть в духовке минут 12. А пюрешка, если маленькие такие кубики, она должна успеть сварить. Да, я смотрю, уже красные перешли, синие перешли, уже все перешли, а мы стоим, ждем этот флан. Мы ждали 30 минут, пока этот флан выпечется. Капитан, сам скажешь, когда вытаскиваем. Хорошо? Хорошо. Он должен сам принимать решение, потому что потом будет винить меня. Ну, то есть, вначале она командует, а потом, Давид, ты ж капитан, принимай решение. То есть, так, да? Запела ты так. Оно должно долго стоять? Ну, вообще, долго. Оно уже 20 минут там стоит. Это мало для флана. Сколько? Триться мы надо? Мы не будем так долго ждать, поэтому мы увеличили температуру. Достаем? Достаем. Мы достаем этот флан, посыпаем корицей, делаем презентацию. Здесь? Да, с Богом, да. Да. Какая страва перед нами? Это тиквенный имбирный флан. Ага. У нас второй флан горит. Ничего страшного. Мне очень нравится консистенция флана. Его золотистая скоринка. Он не слишком сладкий, что тоже очень важно. Но, напомните мне название вашей стравы. Тиквенный флан с имбиром. Отже, с имбиром. Очень вкусно тиквенный флан. Но имбир? Нет. Пожалуйста. У вас есть еще одна спроба. Перероблюйте. Боже, как? Я в шоке. Марина такая, в смысле? Я же королева. Почему у меня все не получилось? У меня аж корона до потолка. У Мариночки. У меня она сейчас психовать. Меня она бесит. Я хочу, чтобы она ушла с того проекта. Я тоже. Слава богу, что моя башка додумалась тогда засунуть. Второй флан, понимаешь? Потому что если бы я не зазунула, то бы у нас времечка, времечка бы не хватило. Да нормально. Смотрю, нормально. Еще украсим, и все будет перфектно. Быстро, быстро, быстро. Говорю, Вика, смотри. Главное, чтобы Дорада не была на горячей сковородке, иначе она свернется. Вика, хорошо. Ложит на сковородку. Надо. Я же тебе говорила, Вика. На маленькую пятерку. Только она разогретая была. И она сворачивается в красивый рулетик. Боже мой, я думала, я ей куплю. Она моя подруга, но это бред. Она должна быть просто теплая. Давай дожарим. Давай дожарим, потом вот так, может, ее... Мы сейчас сторонам будем пытаться спасать ее. А то принеси лопаточку, пожалуйста. Хорошо. Пожалуйста, Денис, быстрее! Ты лопатку деревянную найти не мог. Денис, ты где? Да иду я. Чего ты орешь на меня? Чего ты не бежишь? Чего ты только идешь вообще? Марфина тогда разровняла его. Все, рыбка готова. Это филе, все, оно хорошее. Я его дожарила. Отлично, давай. Салфеточками еще прошушить от... Прошушить. Просушить от маслечка. А рыбку мы на салфеточку положили, чтобы лишнюю жиры убрать. Где соус? Соус вот. Вот. Попробую его. Соусок, в принципе, мне не понравился. Я попробовала, он мне такой хороший был. Гротен у нас только не готов. У нас только гротен не готов, и так все готово. Вон тот гротен будет печь за три часа. Даш, Даш, мы подадим вот этот, только я его сейчас больше смажу. Вот этот подадим. Да зачем? Тот же ж нормальный. Тот может быть сырым, там много слоев. Тогда смажь тот более нормально. Ксюша и наш Денис. Заработают два гротена, это хорошо. Денис себе делал столько слоев, а я себе сделала тоненькой струечкой вот этот вот мой гротен. Учитывая то, что у нас времени мало, и вот столько слоев делаем, это не яй. Ребята, поколдуйте над своим гротеном, что он быстрее. Так. Колдуйся. Колдуем над этим гротеном. Гротенку, гротенку, гротенку. И мы стояли тупо минут десять, ждали гротен. У тех уже пять. У этих почти пять. Если мы сейчас быстренько сделаем, то мы, типа, вообще молодцы, и у всех будет поровняк. Ну, быстрее этот гротен. Ну, он уже, знаешь, он мягкий. Вытирайте, вытирайте вот это все. Он мягкий уже. Хорошо, вытирайте. Но оно у нас все-таки спеклось. Кто у нас предусмотрительность? Я, понимаете? Я. Никто. Другой, а я. Я. Боже, мы уже достоин. Вика! Вика! Дома, Господи, слава Богу. Достали ты гратенчик на тарелочку соусом. И рыбку приложили. Гудим. Капитане, что за страва? Дорада с гратеном и соусом вельюте. Мені подобається гратен. Він добре пропечений, але хотілося б, щоб він був трохи вищий. Тут замало шарів. Проте смак гарний. Ви знаєте, дорадо дуже соковита рыба. Проте ваш маток засухий. А соус більше схожий на пюре. Що з вами сьогодні відбувається? Цю страву теж будете перероблювати трички. Готуєте знову. Да. Містер, доставай. Там, Господи, ми все одно не успіємо. Успіем, успокойся. Де імбирь? Імбирь? Де? Берем тут фланы. Тому сверху так імбиря кидали. Ну, дай Бог. Только імбиря так хорошенько. Вот здесь все. Еще. Хорошо. Харе! Все, хватит. Туди. Ай! Ай! У мене тепер опять ухо заложило. А на штуку отошло? Давид! Здравствуйте. Ви так швидко приготували новий флан? У нас же еще один. У нас есть еще один флан. Он был в духовке. Тем временем, как вы пробовали. Тыкву. И? Імбирь. ДА! Позвали. ДА! 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 Там уже слабость капитана. Наконец-то! Завоевали эти три звезды. И переходим на... Суфле! Суфле с креветок! Врубаем режим терминатора. Можно? Марина хотела сначала креветки дать. Я сказала, нет, Марин. Я буду разделывать креветки. Иди гуляй. Я разделываю креветки. Ты ее очень неаккуратно зачищаешь. Я ее зачищаю, как всегда. Ты ее неаккуратно зачищаешь. Марин. Будешь капитаном, будешь с тобой говорить. Так извините. Сегодня, по-моему, я капитан. А не это вот. Если б не я, у вас не было этого флана. Нет, так я серьезно говорю. Команды желтых, они встали на суфле. Понимаешь, что суфле физически не испечется за такое, типа, короткое время. При условии, что они еще даже не замесили тесто. Понимаешь, что сейчас мы проходим, мы поднимаем коробку, мы делаем все, и мы, типа, обгоняем их. Получаем шесть звезд. Даша, дам чуть-чуть бульончика. Да, я шучу. Где бульон? Бульон, бульон. Давай филе. Вот. Я зробила дві филешки. Давай другую филешку. Достали гротину. Гротина у нас уже готова. Соусок просто добавили больше бульончика. Зробили. И, можно сказать, за пять минут мы переробили блюдо. Дуды. Я бачу, вы переробили соус. Это иная вещь. Он вкусный и правильной консистенции. Риба мягкая и не сухая, как минулого разу. Гротин добре пропеченный. Проте у меня вопрос. Какие основные ингредиенты у нее травы? Картопля или риба? Дурага. Ага. Вы не дотримались пропорций. Рибы немного меньше, чем картопля. Перероблюйте. У нас уже, извините, нет. У времени картофель резать. Давай просто маленьким колечком вырезаем. Не трогай руками. Мы взяли этот шептер, попробовали. Мы просто обрезали его формочкой. Мы должны успеть подать хотя бы что-то. Хоть бы догнать тех ребят с пятью звездами. О, красный переделает у них толком ничего нет. Как хорошо, что каждый всегда занимается своим процессом. Как хорошо, что Марина в команде. Ты это хотел сказать? Нет. Да, я хотел сказать то, что я хотел. Света сделать не проблема. Это тесто я сделала вам за пять минут. Но, блин, оно же должно быть еще приготовиться в этой духовке. Я понимаю, что на приготовление у нас не будет времени. Ого, мы успеем. Успеем, успеем. У нас была готова зажарка, готов лосось. Осталось только ждать, пока картоха доделается. Соня, Соня, проверяй картошку. Она кипит уже в сотый раз. Она кипит уже очень долго. Ну, пробуем. Да готова, она готова. Видно, потому что она готова. Да. Все, кидай. Половину пюре. Кидай половину сюда, половину сюда. Поставим мы в духовку. Сначала у нас 180. Потом мы очень менялись, что будет сырой насосик. Поставили мы на 200. И уже ждем. Мы должны выиграть, Соня. У нас должно быть 6 звезд. Я уже хочу именно выиграть. Мне никогда, наверное, не хотелось так выиграть, как сегодня. Безумно хотелось победить. И вот остается 5 минут, и оно еще сырое. И мы его поставили наверх, на самый. И под грильдиво, чтобы оно было быстрее. Я предлагаю доставать, когда будет где-то 2-3 минуты. Я тоже, да. Соня, а ты следи, чтобы лосось был хороший, чтобы оно не пересушилось. 3 минуты достаем. Подожди, смотри. Достаем наш пустушеперик, его украшаем. Раз, два. Я буду, можно я подберу? Подожди, убери вот это. Убери, пожалуйста, перчатки. Давай, пока он зайдет. Давай, дуди. А-а-а, отломалась дуделка. Ой, господи. А, хоть бы наш пирог был хороший, я буду молиться на это. Мне кажется, сельдерей сырой. Он не сырой. Вот же, яка ваша третья страва? Пустушеперик с лососем. С лососем. Це традиційна страва, для якої дуже важливо зберегти гармонію смаків. Необхідно відчувати смак лосося, селере, пюре. І у вашій страві я все це відчуваю. А-а-а! Поздравляю! За одну минуту на ній припущуся. У нас уже лежить гратенчик, лежать селосок. Все, я викладу свою рибу. Дуди! Дуди! Команди, ваш час закінчується просто зараз. Червоні, ви все ж таки встигли просигналити, тому скоштує вашу страву. Господи, пожалуйста, пожалуйста. Я просто стояла, молилася, бо жовті не успіли продудить. Я понимаю, якщо сейчас Ектор скажет, що це вкусно, ми забираем свої три звезды, і у нас буде і жовтим, і нічия. Команда «Червоних», а як вам вдалося приготувати так швидко новий гратенчик? Ми взяли тут гратенчик. Ми готові, вирізали колечко. Тобто, ви подали мені те, що я вже куштував? Як ви до цього додумались? Я не буду це куштувати! Отже, нічого не зробимо. Ми йдемо до судді, несемо свої звізди. У нас дві звізди, у синіх шесть, а у жовтих п'ять. Отже, переможцем у цьому випробуванні стала команда синіх. Сьогодні ви показали дуже хороший результат. І не останню роль в цьому зіграв ваш капітан. Соню, тобі вдалося обрати правильну стратегію, організувати колег, та привести свою команду до перемоги. За це ти отримаєш від нас бонус. Знімай свій чорний фартух. Я не зря старалась сьогодні. Реально, спрашиваю моєю команду, спрашиваю вашій ланочці, безсоромніці мої. Сьогодні ти справді заслужила білий фартух. Сьогодні багато. Соня, йдіть. І за Соню були раді все, тому що вчора не дуже заслужено, як все считаю, одела на себе. І сьогодні она заслужено сняла, і було дуже приємно. Сама на себе одела, сама сняла себе, чесно. Але она умничка, але хороша, капітан. Командо сині! На балкон. Спасибо! Класс! Я дуже рада за тебе. Ты ще реально круто работала. Ви також сьогодні приклали чимало зусиль, завдяки чому здобули п'ять зірок. З ними ви посідаєте друге місце. На балкон. Спасибо. Йорти, пока. А у меня голос скріплю, я не могу так кричать. Команду червоних сьогодні точно не ваш день. Ви лише з третьої спроби змогли приготувати класичні равіолі. А вашу другу страву я навіть не зміг скуштувати. Вам не вдалося зібратися та показати все, на що ви здатні. І зараз капітану доведеться обирати, хто з вас заслужив на черний фардух. Сьогодні не справились два человека. Це була Ксюша і Віка. Ксюша, яка менше всього діляла. І все, що діляла, але у мене п'лохо получалось, той же соус. І Віка, капітан, яка була п'лохим капітаном. Чорний, я не знаю. Я такою, господи, господи, поміля, господи, поміла. Щоб їй в мозги не прийшло, що на Дениса нададить. Ну, якщо по роботі, хто скільки зробив, і хто, як сказати, більш старався, то, наверное, чорний надіне Ксюша. Ксюша я зробила просто найменше в нашій команде. Підходь до нас. Ти погоджуєшся з цим рішенням? Взагалі, не зовсім, тому що я спрашивала, що мені робити. І постійно Віка мені не давала роботу. В итоге я брала на себе ініціативу і робила, як на равіольних соус, нескільки разів його переделала. А на другому блюде я робила повністю з Денисом Гратеном. Я не згадана з тим, що я повинна одніть чорний. В будь-якому випадку це рішення капітана. Проте пам'ятай, що чорний фартух – це можливість показати, на що ти здатна. Дякую. 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 Ти вже дамно зберіла до дому. Так кто мне работы не давал? Не давали работы. Конечно. Я все-таки считаю, что ты несправедлива. Продолжение следует.